Затылок покажи. Не бесите друг друга. Зачем? А к нам пришло письмо из Германии на имя Маргариты. Привет, Марго и Ксения. Пожелу. Ксюш, на что похоже? Всем привет. Готовлю обед. У нас сейчас почти 11 часов. Жарю куриное филе. На гарнир пока еще я не решила, что сделаю. Либо рис, либо спагетти сварю. Пока жарится мяско, я хочу себе сделать масочку. Предварительно я очистила кожу лица. Просто наносить на все лицо. Пахнет она грязью. На этой неделе у нас целых 4 выходных. В четверг, в пятницу, 13, 14, 15, 16. Мы думали, что 14 числа Ксюша будет в школе. Все будут работать и будем отмечать день рождения в субботу. Раз у всех выходной, то мы будем отмечать в пятницу. Маленькая кисточка неудобно. Большой бы раз-два и все. Уже понанесла. Маленькая пока нанесешь. Ну, в общем, маску нужно держать, пока она... Глина вот эта вот не подсохнет. Красавица просто. Красавица. Во, все. Готово. Когда она подсохнет, она начнет трескаться. Сегодня буду продолжать собирать коробки. Надеюсь, что муж мой не забудет привезти их. Я даже не знаю, что вам показывать во влоге, но у нас тень вот так вот проходит. Весь сборами, перекладыванием, пересматриванием вещей. Сборы, коробки, коробки, я не знаю. Поэтому у нас влоги выходят не так часто сейчас. Потом, когда уже переедем, все это закончится, тогда уже будут влоги почаще. Вчера мы отмечали День Матери. Кстати, с прошедшим праздником, с Днем Победы. 9 мая было вчера. И во многих странах в Европе День Матери был вчера. Поэтому у нас было вчера 2 праздника. Мы поехали на природу, поехали в горы. Мы кушали там мороженое, детки поиграли. Ну, в общем, я сторис снимала, поэтому кто видел, тот знает. Вчера влог не снимала, потому что как-то хотелось отдохнуть от этого всего. От камер, от съемок. Отдохнуть с семьей. Поэтому поснимала только сторис. Меня уже начинает стягивать. Я не могу говорить нормально. Я вот все вот так вот стянула. Вчера мне подарили цветочки. Вот что с ними случилось. Первый раз вообще такое. Цветы один день стоят. Я не знаю, сколько они простояли в магазине, но они у меня дома один день всего лишь простояли. Вот такая вот гвоздичка. Она более-менее вот такая бодренькая. Теперь мне нужно придумать, какой же сделать гарнир. По-моему, у меня закончился рис. Да, у меня рис закончился. Это рис у меня специально для каши. Значит, будут макарошки. Вот такие вот макарошки будут. Ты на солнышко хочешь погреться, да? Погода хорошая себе. Я сегодня, кстати, за Каролиной поеду на велосипеде в обед. Обычно бабушка с дедушкой. А сегодня погода хорошая. Я решила, если не будет дождика, я буду за ней ездить на велосипеде. Еще нам нужно... Взяли вот такую жидкость специальную для каменной плитки. Будем мыть пол там на улице, на веранде. Боня, ты линяешь ужасно. Я тебе часать сегодня опять буду. Я пол подняла, у меня столько шерсти на метле. Дай. Дай. Подсохло. Уже вся трещинами покрылась, как земля. Все. Маску смыли. Теперь крем. Посмотрите, что она натворила. Ты что наделала? Ты что наделала? У нас снег пошел. Распотрошила собаку, бедную Бонни. Ты зачем это делаешь? Такая красивая была собачка. Иди. Вчера подарили открыточки такие для мамы. Это Маргарита. Она по-русски написала. С днем, мамы. Я тебя люблю. Спасибо за все, что ты... Она перепутала буква Ю. Букву Ю с И. Тю нам сделаем. Тю самая лучшая. Ну, хоть так. Хоть так пишет. Почерк, конечно, ох. Красивее она пишет на немецком, конечно, чем на русском. Понятное дело, у нее опыта нет. Макс подарил вот такой вот соль с бутонами, роз. Не знаю, что с ней делать. Может быть, это соль для ванны. Не знаю. Так пока встает с открыточкой. Закинула я уже макарошки. Пока сейчас они будут вариться, я пойду сбегаю за Максом. Так, время уже. Побежала. Девчонки пришли. Привет. Привет. Когда? Нормально. Это почему в папиных носках? Вообще-то папиные носки, Каролина. Ой. Маргарита. В папиных носках. Ему стопудово маленькие, потому что они у меня как раз. Они растягиваются. Опять надо заливать их. Посмотри, сколько их. Понял. Надо жидкость опять разводить. Средства от мурашей. Рита. Марго. Маргарита. Как вы крикали. Покажи свою затылку. Чёрная, да. Затылок покажи. Просили показать, как он... Ай! Как обросли. Как оброс затылок. Вот так, как мальчик теперь. Сколько ты уже не брила? Месяца два, наверное? Нет. Будешь забривать, нет? Да. Можно что-то отращивать уже? Нет. Точно? Угу. Потому что, когда я хочу делать хвостик, у меня тут там все торчит. Ты хвостик никогда не делаешь. Когда захочешь. Накрываем на стол, кушаем. Готовы. Ай! Какой это? Ха-ха-ха. Ты говоришь, как попугай. Ха-ха. Как мой попугай Кеша. У меня попугай так разговаривал. Как ты. Ха-ха-ха. Почему ты крючку не кушаешь? Почему ты не кушаешь? Эту я не кушаю. Почему? Спасибо, мама. Салатик берите. Ну, теперь салат ешь. Это что? Если ты еще хочешь, иди возьми. Друг друга настолько раздражает. Почему вы садитесь вместе? Она сюда вошла. Мама, ты сюда далеко, потому что она села. Ха-ха-ха-ха. Ну, так убери тарелку. Нет. Ну, я куда не буду ходить. Вот не понимаю. Всегда так. Они либо садятся друг напротив друга. Путь напротив друга, да. Нет, вот. Друг напротив друга. Это, допустим, ты здесь и Маргарита здесь. А тут нет. А тут рядом. Ну, я вот говорю, что вы садитесь иногда друг напротив друга, иногда рядышком. И бесите друг друга. Зачем? У нас вон еще сколько мест. Вон там дальний угол. Это не лузер. Дурак. Девчонки ушли в школу, а мы сейчас с Максом поедем за Каролиной. Сегодня хорошая погода, поэтому поедем на велосипеде. Пойдем подготавливать шлем тоже все. Бываться? Ты что, босиком пойдешь? Макс? Бываться? Немножко займемся с тобой спортом. Заходи давай, а то Боня убежит. А мой велосипед? Давай, нам уже выходить надо. Шлем, иди, обувайся. Шлем надевай, обувайся. Так что увидимся позже. Мы поехали. Так, ну что, мы приехали уже. Это Каролина велосипед. Папа еще утром его здесь оставил. Все, пойдем за Каролиной? Пойдем. Снимай. Шлем оставим здесь. Все, пошли? Вот она, школа Каролины. А, ну я уже показывала вроде во влоге. Школу. Без шлема нельзя. Все, готовы? Все, только готовы. Шлем сначала надень, потом поедем. Погнали? Так, только за мной потихонечку едем, понятно? Устали? Ага, тут красный? Ну давай, ждем зеленый. Давайте уже быстрее доедем домой. Чуть-чуть осталось. Хочешь? У тебя перекус? Да. Какие хорошенькие, Макс, осторожно. По-моему, это электрическая штука. Они так делают. Смотрите. Да, они, по-моему, кстати, плюются. Я пойду сейчас быстренько посею травку, а то пойдет дождик. Вот они, семена. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А к нам пришло письмо из Германии на имя Маргариты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всегда на Маргариты приходят. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Лучше ли сделать меренгу, только немножко по-другому. Ой! Нашла новый рецепт. Нужно яичные белки растворить с сахаром на водяной бане. А потом это все взбивается в пену. И все. Попробуем рецептик. Помоги ей немножко, Маргарита. Она поломала мой карандаш. Почему? Он мне нужен. Ну, поточи. Мы купили вот такое вот, как сказать, не знаю, приспособление, тережка такая. Специальная для того, чтобы не распылять, а рассыпать эти удобрения, либо семена. И он упает сама? Да, ты вот так вот насыпаешь туда внутрь семена, либо вот сейчас мы будем удобрения рассыпать. И потом вот так вот идешь, и он будет равномерно, как хлопья. Точно. У соседа интересно дерево цветет, смотрите, какое. Это не сирень. Это грана? Какое-то. А вон там где-то есть сирень. Пахнет сиренью иногда. Запах классный вообще. Как ветерочек подует, так такой запах цветочный. Нужно вот туда-сюда, туда-сюда. И она будет сама рассыпать равномерно. На, палочку. У нас Бонни с палочками вообще не играет. Вообще ни с какими. А, ну-ка, ну-ка. Ой. А, нет, играет. Я думала, не играет. Поставить мне лайк. Да? Да. Это такая штука, которая распределяет удобрения для травки. Закончили? Тут новая травка будет расти. Все. Витаминки, витаминки. Покажи. Вау. Мама. Прикольная. Облежись, ешь. Что-то нужно. Ксюр, на что похоже? Какашка. Так. Сделаю одно сердечко. Как сердечко? Просто сердечко? Угу. Похоже? Да. Кондитер просто. Я просто кондитер. Я хочу быть кондитером. Это гусеничка. Мама. А что вам не нравится? Я хочу быть кондитером. Барана. Кондитером хочу? Да. Давай. Мы сейчас поставим в духовку. Она должна согреться. Мы переборщили. Нужно, оказывается, 60-70, а мы поставили на 160. Бабка сказала, что 160 градусов. Ой, 60 градусов на полтора часа. Они уже пекутся 35 минут. Попробуем одну? Я тоже хочу. Нет, сыроватая внутри. Видишь, смотри. Смотри. Она сырая внутри, поэтому нужно полтора часа. А эти следом пойдут. Здесь с ними ничего не случится. Они уже падают или нет. Все, ребятки, всем пока. Спокойной ночи. Увидимся завтра. Пока. Пока. Это не Чупик, это Бонни. Это Бонни. Бонни, скажи пока.